Добрый день, дорогие телезрители! У нас в гостях лауреат премии имени Юрия Кузнецова, секретарь Союза писателей России, поэт, переводчик, публицист, литературный критик Григорий Шувалов. Добрый день! Здравствуйте! Для нас, для нашей творческой группы, и для нас, якутян Юрий Кузнецов, это уже знаковое имя, потому что мы в прошлом году делали о нем фильм большой. Мы презентовали его в Москве, в Крыму, и на его родине в Тихорецке. И тут в Якутии очень хорошо восприняли и вообще открыли для себя Юрия Кузнецова. Вы посещали его семинар. Обычно руководитель семинара сам выбирает себе студентов, слушателей. Как это произошло, что он принял в свой семинар, и вам выпало такое счастье близко общаться с ним? Да, я учился на последнем семинаре Юрия Поликарповича. Он отобрал 15 человек со всей России. У нас были люди из Екатеринбурга, из Орла, из Твери, из Калуги, вот я из Вологодской области, поселок Шуксна, с Краснодара и так далее. То есть он отобрал людей из провинции, из Москвы. Не взял, кстати, никого. Вот в этот набор не было никого. Это был последний семинар Юрия Поликарповича. К сожалению, он нас не доучил. Вот для нас это была большая утрата, действительно, его смерть. И вот потом наш семинар так передавали по наследству, но в итоге все-таки не смогли сохранить, потому что очень высокую задал планку Юрий Поликарпович. Вот. И семинар многие вот как бы авторы, они до сих пор вот остались в литературе. Какое-нибудь памятное воспоминание, ну, какое-нибудь яркое воспоминание. Как вообще проходили его семинары? У Юрия Поликарповича была своя система. Он проводил семинары так. Одно занятие было обсуждение семинаристов. Ну, то есть вот, к сожалению, все так и не успели обсудиться. Обсудилось только пять человек, по-моему. Потом он уже скончался. Вот. Обсуждалось творчество авторов. А в другой день Юрий Поликарпович читал свои лекции. У него были... Был создан цикл лекций, например, детства в мировой литературе. И вот он брал тему детства. И начиная от мифов, от древней поэзии, там, китайская, это могла быть поэзия, могла быть латиноамериканская поэзия, могла быть поэзия эпохи Возрождения, русская поэзия, соответственно, поэзия народов России, да, СНГ, там. То есть это был очень широкий спектр, диапазон. Ну и такие темы были, там, тема родины в поэзии, тема тень была, тема в поэзии, тема тени. Когда берется тема тени и начинает пословить с поговорок, там, вот. Гамлета, наверное, да? Да, да, да. То есть вот там такой был очень широкий культурологический срез. То есть он вот пытался таким образом на своих студентов влиять, показать, что, ребята, вот вы не первые, да, вот вы написали стихотворение про тень, Адавас писали, там, начиная от греков, да, как у них вот тени вот эти ходили, без плотных душ, там, воиде и так далее. Потом известный, там, человек, который потерял свою тень, Шамисо, да, это уже немецкий романтизм и так далее. И он показывал еще свои примеры. Тема дороги, вот там, начиная от Лермонтовского, там, выхожу один я на дорогу, потом другие авторы. И вот потом показал, вот так вот я решил вот эту магистральную тему в русской поэзии. Он задавал вот такой некий камертон, чтобы все могли ориентироваться, да, вот в поэзии. А Марина Гахана не с вами, чуть выше, да, наверное? Она раньше училась, да, она оставила записи семинаров, да, они, конечно, несовершенные, да, осталось еще, есть не публикованные лекции, у меня, в частности, есть тоже какие-то лекции. Я сам что-то публиковал. Одно время, когда я издавал политический журнал «Разговор», вот я там публиковал одну из лекций Кузнецова, ну, тоже вот о расшифровке сборничек, выходил в издательстве литературного института, вот Марина Гаха как раз, ну, очень интересное чтение, как бы такое философское, культурологическое, вот, для всех молодых поэтов очень полезное чтение, вот, ну, просто понимать, да, вообще, что происходит в мире, происходит на этой поле поэзии. Какое произведение на него вот повлияло так, что он вас принял? Я не знаю, для чего я выжил и зачем прошел я этот путь, чтоб обидеть тех, кто не обижен, тех, кто не обманут, обмануть, чтоб зажечь потухшие вулканы, в океан направить корабли и открыть неведомые страны всем забытым жителям земли. Ну, а может, я рожден услышать и другим оставить, уходя, барабанный бой по ветхим крышам первого весеннего дождя. Вот такое было стихотворение Юрию Поликапычу, оно понравилось, и он написал, что здесь вот этот эпитет «Забытые жители» меня очень трогает, вот это что-то вот настоящее, вот он увидел в этом вот «Забытые жители», вот именно в этом вот поэзию. Он был достаточно скуп всегда в своих оценках, да, он никогда не пел никому внеферамбов, он даже вот он писал значимый для себя поэтов, например, Николай Тряпкин, вот он его очень любил, его там поздравлял с юбилеями, но вот такие вот были у него сухие, лаконичные формулировки, грамотные даже вот, хоть сейчас вот бери вот то, что сказал Юрий Кузнецов о Тряпкне, это можно вот в учебник включать. Какой он был вообще? Ой, вообще нет, ну он был достаточно закрытый человек с одной стороны, да, а с другой стороны он все-таки любил студентов и считал, что можно передать литературный опыт, потому что как вот в литературном институте, есть два типа вообще преподавания, да, одни люди считают, что стихи нельзя научить писать, поэзия это как бы дело такое вот, зависит от таланта, от божественного вмешательства, мы можем только вот посоветовать хороший круг чтения, показать примеры каких-то поэтов, показать примеры каких-то стихотворений, вот, а там уже автор сам пусть что-нибудь из него получится или нет. Юрий Поликарпович, он был вот как акмеист, да, как Николай Гумилёв, русский поэт, который создал цех поэтов, да, у них была там своя система, да, у них тоже были обсуждения, семинары, то есть вот они считали, что поэзию все-таки можно научить, да, и из вот этого цеха поэтов Гумилёвского вышли же, да, и Ахматова, и Мандельштам, и Георгий Иванов и так далее, там и советские даже поэты вот ранние, да, это как Николай Тихонов, который тоже ходил в Гумилёву. Точно так же Юрий Поликарпович, да, у него тоже вот был вот такой вот, так скажем, цех поэтов, да, но он, конечно, себя считал самого там таким великим, прекрасным поэтом, он студентов не ставил никогда вровень, да, и не мог он, наверное, предположить, что как-то появятся студенты, которые превзойдут своего учителя, да, он даже говорил, что звать меня Кузнецов, я один, остальные обман и подделка, да, вот он такой вот был категоричный достаточно, смелый для поэта, да, яркий, выразительный поэт. В то же время такой достаточно демократичный, да, вот, например, тогда еще не было такого запрета, например, курить, да, и он разрешал студентам курить в аудитории. Вот пришли как бы студенты, он говорит, так вот, кто хочет курить, садитесь на последний ряд к окну, и там можете курить, я не запрещаю, потому что поэту нельзя ничего запрещать, да, вот, а вы можете вот там вот там в уголочке, тихо, незаметно там, вот. Вот, и он, конечно, ну, вот этот последний год, он активно работал, писал как раз свою поэму, да, про путь Христа, вот как раз он успел написать ад, да, и писал уже рай, он так и остался незаконченный. И у него была очень интересная еще такая манера общения со студентами, да, вот сидела студентка, он не говорил там, что там скажет Евгения там, или там что скажет Андрей, он говорил, так, а что скажет Тверь, что скажет Орел. И вот это было вот такое вот вече вот студенческое, да, когда он со студентами вот общался не то, что студент был представитель какого-то русского города, да, да, то есть это вот было такое коллективное вече, где представители города совещались, вот, доносили свои мысли вот мастеру действительно мастеру вот такая была вот у него методика очень интересно уже повзрослели потом когда поняли что это выдающийся но это очень быстро произошло в дело в том что когда мы поступили да мы даже не представляли кому поступили да потому что мы читали совсем других поэтов я узвал агутской области у нас там был николай рубцов да там кто-то читал бродского там из молодых ну там понятно классика там серебряный век это все знали вот современность как-то это все было немножко далеко только вот то что на слуху да кто там был вот у нас там люди из екатеринбурга они там знали бориса рыжего там кто-то знал еще других авторов а вот юрий кунисов ну такое для нас таро инкогнито было неизвестная земля не знали мы что ну и мы когда было зачисление там всех вызывали студентов всех слушали и там мастера что-то говорили тому как бы ну вот он сам говорил юрий поликарпович другие преподаватели ну стоит брать не стоит вот ну и как то мы все для нас это был такой первый опыт по самолюбию да по молодому представляете какой удар когда говорят но мы его возьмем он конечно слабенький там как бы ну мы его все-таки возьмем ну и мы решили разобраться вот а ты сам то что написал да вот у нас был такой анекдот про одного студента который которого тоже обсудили на семинаре он расстроился и потом ночью нашел телефон мастера ему звонит пьяным голосом спрашивать ты сам то что написал вот и мы тоже так решили с юрием поликарповичем поступить ты сам то что написал и взяли его книжку и так сначала разобрали там не оставили камня на камне что ну что это такое это никуда не годится там него есть стихотворение я видел ноздри тысячи ноздрей они стояли над душой моей и мы такие ну что это такое что вот он сочиняет какие ноздри кто над его душой стоял не правда все это вот это все ерунда это не поэзия это так для красного словца а потом представляете случилось такое вот когда он умер похороны и действительно над его гробом собрались люди даже те которые к нему относились плохо всегда его ругали и вот эти вот люди вот и вот действительно тысячи ноздрей они стояли над душой моей мы вот этот момент очень сильно прочувствовали там был такой момент когда отпевали там ставили свечи и свечи прямо ломались восковые свечи вот они просто ну не принимала вот видимо душа поэта вот вот этого вот такого клецемерного отношения к нему и кто-то там пришел там какие-то депутаты такие показать что вот кузнецов типа тоже был наш там ну никакого не телевидения ничего не было все это было как-то далеко вот от поэта и они вот так пытались показать что я-то свой я-то свой вот как-то и вот видимо кузнецов это лицемерие предчувствовал еще тогда и вот тогда я понял что это действительно пророческие стихи и многих вещей вот которые вот он задавал такие пророчества да это вот как воспринимают что это какая-то гордыня звать меня кузнецов и один остальные да ладно что вот ты вот там нам заливаешь да это он все-таки кузнецовых много да это распространенная достаточная фамилия и он как-то вот хотел себя от отмежевать от других кузнецовых я кузнецов один вот я вот войду в литературу вот все вот эти бесчисленные кузнецовы это вот просто вот такие какие-то подмастерья вот я кузнецов 1 это все воспринимали так как будто он один-единственный в поэзии конечно юрий поликарпович себя очень высоко ценил но не настолько себя ценил что он никого не замечал да потому что хотя например вот он отмечал поэтессу светлану кузнецову и ее стихи приводил потому что он приводил не только классические стихи но и современных поэтов тоже николая тряпкина там владимира соколова там стихотворение тоже про тень как ехал поезд паровик и тень упала от паровоза на дым и дымом унесло тень то есть это у него тема была такая да вот против он сам тоже придумал очень красивейший образ выщипывает лошадь тень свою то есть такой вот яркий он конечно был в этом плане до смелый решительный человек не боялся экспериментировать не боялся что кто-то скажет про него там плохо и это все воспринималось как некая бравада да когда он там писал я пил из черепа отца там все но это кощунство там и так далее это действительно он же хотел сказать что вот отец же у него погиб да я пил еще за правду на земле то есть вот он так вот пытался построить образ ну да это конечно эпатажно немножко звучит да вот как то но он имел на это право шел отец шел отец невредим через минное поле превратился в клубящийся дым не обиды не боли мама мама война не вернет не смотри на на дорогу столб клубящийся пыли идет через поле к порогу словно машет из пыли рука светят очень живые шевеляться открытки на дне сундука фронтовые каждый раз когда мать его ждет через поле и пашню столб клубящийся пыли идет одинокий и страшно когда читаешь то стихотворение шевеляться открытки на дне сундука фронтовые я сам чувствую это чувство вот что они действительно шевелятся да вот эти открытки вот очень сильно очень сильно есть записи да где он читает эти стихи очень всех впечатляет даже вот я человек вроде который не видел да это не знаю только по рассказам на меня производила впечатление насколько это сильное впечатление производила на тех кто не вот это действительно прочувствовал вот кто действительно потерял своих близких свою личную боль пусть он там где-то подавал ее немножко так вот с надрывом эпатажным но боль от этого не переставала быть настоящей больной и он всегда искал вот больные вещи какие-то брать да он не брался за проходные темы да если он брал то он брал серьезно тут уже пойму путь христа говорили что вот он кощунек и так далее он там поместил там ватт гоголя там еще кого-то там дух каких-то писателей там да как он смеет да что такое там но что кузнецов сам говорил я не данте ватт всех своих личных врагов поместил всех кто его выгонял из флоренции до изгонял он всех их поместил я ни одного говорит своего личного врага туда не поместил я только вот людей ну да и там есть как бы литератор но это не мои личные враги это вот просто мое такое видение и действительно от кузнецовский он тоже производит впечатление когда мы собирали материал это совпало с тем временем когда умер и в тушенка станислав куняев мы приезжаем к нему на дачу и выступает значит путин путин о том что от нас ушла целая эпоха ушел великий поэт я никогда это не забуду евдокия вы только запомните и владимир владимирович это ошибся это не великий поэт это всемирно известный поэт как оказалось так что вы ушли в поэзию ну я начал писать еще конечно в подростковом возрасте да ну вот большое впечатление на меня произвело наверное тот момент когда я ушел в армию да когда я оторвался уже от родимого дома когда после школы я почему-то вдруг не поступил пошел в армию я служил в карелии на пограничной заставе пограничник вот и там вот было очень много времени свободного да вот ты когда выходишь пограничный наряд идешь на границу ты там что-то видишь у тебя какие-то мысли там о доме там еще о чем-то и это вот было вот какой-то вот такой сначала порыв до душевный я потом написал вот эти стихи записал отослал маме мама был какой-то ну не конкурса тогда еще в газетах печатали стихи и они решили сделать молодежный номер выпустить спец выпуск газеты красный север она в вологде выходила и она туда отправила мои стихи и их там опубликовали другой классик василий иванович белов он прочитал этот молодежный номер и начал там тоже писать это то то это то там всех ругала потом про меня пишет там гораздо интереснее читать стихи григория шувалова но и в них одно разочарование и обида на жизнь про меня написал так немножко с этим что типа ну что ты там типа переживаешь там отслужишь в армии все будет нормально там как бы вот я тосковал по родине как-то вот был там такой момент стихах у них этих ранних когда я пришел после армии я читал тоже вот этот справочник для абитуриентов наверно там разные там смотрю литературный институт литературный институт рубцов там учился вот наверное надо вот может быть послать стихи отправлю стихи там возьмут не возьмут ну и оказалось что взяли и так совпало что в этот год как раз набор вел юрий поликарпович даже что он меня взял за при том я не сразу же как бы не в тот же год когда закончил службу в армии поступала еще там год сначала поработала потом уже стал поступать то есть как-то вот так свела судьба что я сам того не ведая да вот вышел к юрию поликарповичу ему и там естественно там юрий поликарпович уже задал такой камертон после которого нельзя было как бы писать плохо нужно было либо совсем не писать да либо завязывать с этим либо как-то вот совершенствоваться и какой-то момент после смерти кузнецова ну это наверное со всеми было мы так немножко попритихли многие не писали там осваивали как-то пытались осмыслить что происходит вообще что произошло что вот это значило да потому что это было действительно такое сильное притяжение что вот именно к юрий поликарпович нас из разных городов как вот это предмет выброска вот какая каждый палец там он все взял их сжал в один кулак вот мы теперь вот в этом кулаке что нам дальше делать вот скрепляющая сила исчезла сможем ли мы вот так остаться и потом мы сделали поэтическую группу разговор с моими однокурсниками александром дичковым николаем дегтяревым андреем ставцы и александром ивановым вот мы издали сборник потом издавали некоторое время журнал то есть вот как-то вот раз кузнецов собрал надо как-то продолжать вот это дело потом я очень любил есенина в свое время до есенин тоже вот у него было там такое вот действо да что когда он поехал в москву потом в питер там пошел блоку и вот мне тоже казалось что надо куда-то ехать найти своего человека который оценит там поэт крупные так далее а родители ваши мама учительница начальных классов то есть книжка это всегда было в семье до книги книг было в доме много не их читали я сам читал то есть как бы ну отец у меня был работал все строительство да но он как бы всегда к этому хорошо относился как бы тоже то есть вот ну вот из учительской семьи как бы а что для вас поэзии вы определите на данном этапе жизни ну не вот такое определение поэзии до настоящая поэзия пишется кровью сердца то есть вот если у человека кровоточит сердце то он рождает стихи поэзии это движение души я вот много вела семинаров там в том числе и вид объединения в каких-то и так далее вот приходят люди говорят вот я пишу стихи там там чего вы скажете я всегда им говорил что поэзия это движение туши понятное дело что человек когда там 60 70 лет там ощутил тягу к записыванию своих мыслей там столбик там условно говоря это не станет большой поэзии скорее всего да потому что нужно пройти какой-то путь начиная с детства как сказал кто-то из немецких по моему классиков до 18 лет каждый человек носит себе поэта но у некоторых 18 лет этот поэт умирает человек остается жить 0 по это тоже важно до реализоваться вовремя потому что время не идет на месте язык меняется меняются наши взгляды там как-то более за последний век до россия такая динамичная страна там происходит мы не знаем что завтра произойдет да а ты начинаешь когда вот входите о чем же тоже пишут люди о том что там было там 60 лет назад это уже не очень актуально до часто бывает поэтому так вот это происходит когда начинал писать не было еще не интернета ничего всего этого не было да а потом много лет спустя меня нашла какая-то девушка и написала что вот я она как раз в том самом журнале где василий белов читал вот прочитала вот это стихотворение я его выучила и мне всегда когда было плохо она училась в училище культуры и я его всегда читала и вот она меня вдохновляла я такой думаю господи это стихотворение уже никому давно не показываю вот а кто-то еще с этим стихотворением живет и кому-то она помогает жить приходилось много везде бывает да вот например мне очень было такой тоже опыт как воспринимают поэзию допустим на донбассе да вот казалось бы ты приехал со своими стихами кому там нужна поэзия да вот у людей там свои проблемы у них война им как там надо выжить голод там денег нету разруха там то есть все люди собираются и слушают поэзию это удивительно да и ты себя чувствуешь причастным да и вот мы проводили вот поэтому алексеем полубота вот такие участвовали в гуманитарной миссии чтобы гуманитарная помощь не зацикливалась только в материальном да ну что гуманитарная помощь должна быть в первую очередь духовной и вот мы как-то пытались вот еще вот как-то вот людей вот вывести на поэзию на литературу там чтобы это было связано с книгой чтобы было какой-то и вот это вот такой вот был опыт тем более это было еще когда мы ездили там пятнадцатом году когда вот там происходили еще как раз еще боевые действия такие вот жесткие якутии 1 до в якутии вот я в первый раз вообще это первый раз когда пересек уральские города я был в екатеринбурге восточнее не было вот теперь в якутии наконец-то побывал потому что вот европейскую часть россия достаточно плотно искали сил то есть во всех городах я очень люблю как бы вообще города там при приехать там допустим в город смоленск там и два дня там ходить там смотреть все достопримечательности музеи там ну чтобы составить себе такое полное восприятие обычно всегда читаю как бы историю там город так далее ну точно так же якутию тоже но я начал готовиться начал там читать там почитал классиков там почитал историю пути чтобы ну не приезжать на голое место чтобы я люблю чтобы обладать какой-то информации да вот ну вот наверное как юрий поликарточка задавал вот вот эти темы да вот тема родины так далее что ты уже знаешь уже с готовой информации ты уже по-другому немножко воспринимаешь все современное состояние русской литературы как вам видеть русская литература и российская следа шире брать она динамично развивается все таки несмотря на то что сейчас писатели как-то немножко ушли в сторону да они так скажем не на слуху да то есть сейчас медийные личности совсем не писатели там актеры там спортсмены там режиссеры то есть вот писатели ушли в тень они оказались предоставлены сами себе и у тех кто прошел этот путь до конца да кто продолжает себя чувствовать писателем все-таки получаются действительно какие-то неплохие результаты я думаю что ну если это не будет каким-то там я не знаю новым там серебряным допустим веком да ну во всяком случае имена некоторых авторов я думаю осталось в литературе и кого вы хотели бы отметить из прозаиков и я вот недавно читал роман сергея самсонова держаться за воздух он как раз про донбасс и и вот он сейчас получил премию яснополяна крупную достаточно премию тем более что самсонов он как-то был на слуху и он взял очень сложную тему про донбасс тем более он сам не был на донбассе то есть он писал все вот как сказать выдумывая и он там так интересно описывает жизнь шахтеров жизнь человека труда какие у них устремления что они думают что ты как-то и у него очень сочный такой язык вот мне кажется такой перспективный автор который уже вошел в историю литературы но может там и под задержаться и вот прочитаю стихотворение дорога последняя радость осталась дорога она начинается прямо с порога идет мимо школы петля дворами и и измерил своими шагами до школы и и перерезал трамвай и сами себе говорю не зевай а дальше она поднимается в гору с которой катаются в зимнюю пору потом она между деревьями вьется кто-то навстречу тебе улыбнется дорога похожа на школьную пропись как жаль что она упирается в офис спасибо может быть что-то вас беспокоит как человека как гражданина может быть как поэта ну как поэта беспокоит наверно все-таки некий разрыв который произошел между поколением старшим и младшим то есть вот это очень важно да то есть вот эти 90-е годы как-то так получилось что во первых многие молодые писатели они ушли из жизни да кто-то там по каким-то причинам бытовым там начиная от алкоголизма да там кто-то покончил жизнь самоубийством то есть было сложно очень такой вот и многие люди кто-то перестал писать в то же время старшее поколение как-то обособилась от всего да и как-то молодежь вот совершенно потерялась и сейчас как бы получается мы немножко на разных языках говорим со старшим поколением не со всеми конечно и не все да но вот этот разрыв он все-таки чувствуется и как-то вот мы сейчас вот у нас появился совет молодых литераторов как-то хотим связать воедино да вот что мы не чужие друг другу да вот вы писатели мы писатель мы молодым мы по-другому смотрим на мир да мы уже не будем такими как вы и нас не переделать как бы вот но и мы вас тоже переделать тоже не собираемся тем более у нас еще меньше шансов вас переделать да то есть вот как-то вот найти какой-то баланс вот это вот для писателя для поэта интересно вот эта тема то есть вот сможем мы как-то ну не примириться то как-то вот если действительно это произойдет и сообща старшее младшее поколение будет продолжать вот литературой то будет будущее да если вот не произойдет вот этого то будущее литературно может встать под вопросом а место литературы в жизни в обществе как вы думаете ну вы знаете сейчас роль вообще слова да и все и парадоксальности она возросла да потому что мы все сейчас сидим в гаджетах в телефонах да все читаем кто новости кто там даже кто-то просто смотрит картинки но подписи все равно читают да люди хотя бы да то есть это очень большой объем информации про перед проходит через людей мы живем в кипер информационном обществе да и литература она как бы как раз и призвана в это вот концентрированная информация то есть человек должен быть не всеядным да а должен вот именно концентрировать и литература помогает как раз концентрировать внимание потому что человек когда у него забита голова все но он просто потом у него все это также выходит и из мыслей просто из головы тем более что мы сейчас же запоминаем не саму информацию а мы запоминаем то место где мы нашли эту информацию да допустим какой-то факт а так вот потом что же за факт а вот я на этом сайте прочитал и мы лезем на этот сайт и потом снова вот какая-то была информация то есть вот так меняется да вот литература она помогает концентрироваться концентрироваться и вот эта концентрация в таком обществе гипер информационным на очень нужно человеку да вот чтобы у него были какие-то нравственные ориентиры этические ориентиры да и эстетические да потому что вот этика без эстетики она как бы мертва и наоборот то есть она востребована все таки ну востребована конечно помимо потому что ну литература это красота да мы же немножко к механистическому обществу стремимся да то есть где задаются тренды да где ничего не вечно то есть сегодня мы обсуждаем одно там девочку грету до которая приехала там и говорит про климат завтра мы обсуждаем какую-нибудь актрису которая заболела послезавтра то это все вроде как бы не важно а литература это вещи важные которые должны оставаться до которых мы завтра не забудем то есть если мы прочитали там стихотворение там допустим кузнецова да это мы его запоминаем заучиваем и потом она с нами всю жизнь и в каких-то ситуациях вот почему вот так происходит литература же она вот допустим если мы возьмем евгений онегин да там в конце там татьяна говорит но я другому отдана и буду век ему верна если бы татьяна сказала не эту фразу да а сказала бы да 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 там я буду с тобой не только литература бы вся наша жизнь изменилась по другому бы пошла да то есть вот пушкин вот так вот написал и мы создал такой идеал и мы пытаемся ему соответствовать да даже пусть у нас не получается но он все равно есть вот этот идеал и литература должна задавать вот такие идеалы да и плюс литература на очень широко расширяет кругозор я всегда вот когда какие-то вещи там что-то сделать да я всегда вот какие-то литературные параллели себя пытаюсь привести да вот а чтобы вот этот сделал чтобы вот этот подумал так а вот тут вот герой вот так вот сделал да вот в таком литературном произведении я на себя вот эти вот разные вот маски которые литература там аккумулировала я я тоже пытаюсь и это помогает находить верные решения в каких-то делах каких-то вопросов важных спасибо за интересную беседу у нас вот передача называется аллук нас то есть мировое древо у каждого народа этот символ и есть григорий шувалов а времени о себе спасибо а